Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики канала! В сегодняшнем видео хочу с вами поговорить на тему освещения аквариума, так как после выхода нескольких последних роликов с обзорами разных светильников посыпалось много положительной, так и отрицательной критики. И знаете что, друзья мои, больше всего, что меня удивило, люди, которые высказывались негативно об адрес того или иного освещения, как правило, не имели понятия вообще о чем говорят. Ну, собственно, по этому поводу сегодня вам хочу объяснить, что такое освещение, что такое вообще свет как таковой и как правильно подобрать освещение по тот или иной тип аквариума. Поехали! Итак, друзья, по типу источника освещение можно поделить на несколько категорий. Все они одинаково имеют право на жизнь, но отличаются некоторыми параметрами, которые я дальше приведу вам в видео. Итак, освещение от лап накаливания, либо освещение от флюоресцентных ламп, металлогалогенных ламп, энергосберегающих ламп и LED-освещение, о котором, собственно, большинство речи и будет идти дальше в видео. Я думаю, если вы искали какую-то информацию об освещении на форумах, либо вообще там в интернете, вы все стыкались с такими нюансами, как на некоторых форумах люди приводят определенные формулы мощности освещения в ваттах на литр. Ну, а вообще все мы стыкались с такими параметрами, как ваты на литр, люмины, кельвины, люксы. Возможно, вы слышали что-то об, например, таком понятии, как фотосинтез, либо цветовой спектр света. Вот как с этим всем, друзья мои, разобраться? Ну, на самом деле, все не так сложно, как выглядит в начале, но и не так просто, чтобы понять это вот сразу, взял и сделал себе освещение. На самом деле, давайте разберем четыре параметра, которые нам нужно знать перед тем, как определиться к светильникам. Первый и самый, я думаю, один из основных параметров, это энергопотребление нашего светильника, либо там просто какого-то освещения в аквариуме, либо в фитофильтре, либо там в полюдариуме, неважно, что у вас стоит. Значит, что такое энергопотребление? Энергопотребление вычисляется в ваттах, и это никак не мощность освещения. Это потребление электроэнергии прибором освещения. Чем больше прибор будет потреблять в ватт, тем, соответственно, больше в конце месяца будут приходить счета за освещение. Не больше, не меньше. Вычислять мощность освещения в ваттах на литр, к примеру, в аквариуме, друзья мои, неправильно. Следующий критерий, по какому мы будем определяться со светильником, это его мощность. На сегодняшний день самый большой КПД по соотношению к потреблению энергии и к мощности освещения у металлогалогенных ламп и, соответственно, у LED-освещения. Мощность освещения в аквариуме вычисляется в люминах. Далее я вам покажу несколько видов ламп, несколько видов светильников и объясню, вот в чем между ними разница, вот в этих нюансах. И вы сами поймете, почему я говорю о люксах, либо о люминах на литр, а не о ваттах на литр. Теперь, друзья мои, смотрите, вы неоднократно слышали о том, что растения потребляют не весь световой спектр того или иного типа освещения. С чем это связано? Дело в том, что растения усваивают только фиолетово-синий и желто-красный спектр освещения. Ну, все мы знаем, что такое радуга и что у радуги есть 7 основных цветов. Так вот, это как раз и есть элементарный, такой самый банальный пример спектра света. Так вот, чем больше у нас будет вот этих вот в освещении промежуточных спектров, тем хуже освещение для аквариума именно с растениями. Ну, к этому мы вернемся чуть дальше. Значит, спектр освещения вычисляется в кельвинах. То есть, чем свет мягче и теплее, тем его спектр ближе к красному цвету. Чем спектр более такой белый и контрастный, тем он ближе к синему спектру. К примеру, если мы будем говорить о травнике, то растения усваивают, как я уже говорил, фиолетово-синий и желто-красный спектр. Причем, фиолетово-синий спектр растения усваивают раза в 2,5-3 меньше, чем красный. Потому что красный спектр растениям нужен для роста, а синий для размножения. И наша задача при установке светильника именно под травник, дать максимальный коэффициент роста растениям. То есть, максимально приблизиться к желто-красному спектру. Если у нас не полюдарим, если у нас растения в воде не цветут, ну, к примеру, у нас не буцефаландры и так далее, то как такой синий спектр мы можем минимизировать и сделать основную ставку на красный спектр. То есть, чтобы вы понимали, как это выглядит в кельвинах. Значит, от 2 до 4 тысяч кельвин это желто-красный спектр. От 4 тысяч до 7 тысяч кельвин это белый, так званный белый спектр. Это максимально приближенный к солнечному свечению, имеет разброс по спектру. И такое свечение подходит больше всего для аквариумов с минимальным количеством растений, либо для аквариума без растений. И чем ближе наш световой спектр к 7 тысячам кельвин, тем больше он будет подкрашивать синий окрас рыб. То есть, если вы, к примеру, делаете аквариум с маловийскими цихлидами, я думаю, вы знаете, что это за рыбка. То, вы знаете, да, они пестро-желтые, красные, оранжевые, синие, голубые. Так вот, в таких аквариумах я бы советовал освещение подбирать от 7 тысяч кельвин до 15. Так как, если уже брать спектр от 7 до 15, то такой спектр усиливает синий, желтый и красный окрас рыб. Относительно 15 тысяч кельвин и выше, такие освещения, как правило, используются для аквариумов морских и непосредственно для роста кораллов и так далее. В пресных же аквариумах такие светильники не используются. И я вам подбирать такие лампы для пресных аквариумов не советую. Значит, повторюсь еще раз. Если у нас травник, максимальное, значит, 70% освещения у нас должно быть в спектре до 4 тысяч кельвин. А остальные 30 мы подбираем от 4 до 7 тысяч кельвин. Если у нас аквариум без растений, например, с маловийскими цихлидами, мы подбираем освещение от 7 до 15 тысяч кельвин. И если же, ну, к примеру, мы делаем биотопный аквариум с американскими цихлидами, с имитацией разлива амазонки, там, коряги, корни и так далее. Друзья, в таких аквариумах, как правило, освещение вообще играет вторую роль. И, как правило, делается только для того, чтобы мы рыбку увидели. Потому как рыбка прекрасно себя будет чувствовать без освещения. И вполне хватит солнечного света, который поступает в комнату через окно. И для того, чтобы, например, украсить пучком света те или иные участки декораций, подкрасить рыбку, либо, например, сделать эффект выплывания рыбки, истенив на свет, мы можем подбирать светильники разного спектра и направлять лучами, к примеру, теми же прожекторами под разными углами. В этом случае освещение будет только декорировать аквариум и не будет иметь первостепенной необходимости. И последний пункт, по которому стоит выбирать светильники, либо определенные элементы освещения для аквариума, это угол их рассеивания. То есть, если мы берем, к примеру, люминсцентную лампу, либо мы берем энергосберегающую лампу, либо лампу накаливания, то свет рассеивается по поверхности всей лампы равномерно. И для того, чтобы сконцентрировать пучок света, как правило, для таких ламп используют отражатели. Если говорить о металлогалогенных лампах, то они, как правило, вставляются в определенные разъемы, которые уже служат им отражателями. И если же мы говорим о LED-освещении, то, как правило, вопрос в отражателях отпадает, потому что именно LED-освещение имеет узконаправленный свет. Значит, свет по углу рассеивания тоже можно поделить на несколько категорий. Значит, прожектора и светильники, которые имеют угол рассеивания до 50 градусов, они как раз используются для того, чтобы подсветить те или иные участки аквариума и оставить, например, некоторые затененными. Светильники, у которых угол рассеивания от 50 до 120 градусов, такие светильники используются, как правило, в аквариумах, для того, чтобы осветить, например, ярче осветить одну половину аквариума и, например, такой же светильник с таким углом рассеивания, но с меньшей концентрацией света, для того, чтобы оставить освещенным, но в то же время затененным другой участок аквариума. И светильники, которые имеют 120 градусов и больше. Такие светильники имеют место быть в аквариумах и в травниках, и в аквариумах с амазонской рыбой, и с маловийскими цихлидами. И они, как правило, и используются для того, чтобы подсветить аквариум в целом. Сейчас я вам покажу несколько сборочек, несколько элементов света, для того, чтобы вы понимали, о чем вообще я вам только что рассказывал. Друзья мои, у меня в руках есть несколько источников освещения. Ну, так как мы уже начинали в начале видео из ламп накаливания, думаю, всем вам знакома вот такая вот лампочка. Это лампочка 100 Вт. На 1 Вт потребление энергии лампочка накаливания выдает 12 люминов света. То есть, фактически, вот эта лампочка освещает с мощностью 1200 люмин. Подключать я ее сейчас не буду, я думаю, каждый из вас видел такую лампочку. Но запомните эту цифру, 1200 люмин, для того, чтобы мы понимали, от чего дальше отталкиваться. Флюоресцентной лампы у меня, к сожалению, здесь нет. Эти лампы уже, как я говорил, они себя морально отжили. Но в чем плюс флюоресцентной, либо металлогалогенной лампы? КПД по отношению к энергопотребляемости у них на порядок выше. То есть, если 100 Вт потребления лампа выдает 1200 люмин, то, скажем, лампа энергосберегающая при потреблении 20 Вт выдает те же 1200 люмин. В свою очередь, у нас получается что? У нас получается экономия 5 раз по потреблению электроэнергии. Если взять вот такую вот лампочку, это диодная, самая обычная диодная лампочка, 9-ваттная, то у нее КПД на порядок выше, чем у этой лампы и у лампы экономки. Почему? При своих 9 Вт энергопотреблении она выдает около 1000 люмин светового потока. 1000 это я так грубо сказал, потому что, к сожалению, у меня коробки упаковки от этой лампочки нет, но я думаю, что от 750 до где-то 900 люмин она по-любому выдает. К 1 Вт потребления электроэнергии они выдают плюс-минус 90 люмин мощности освещения. И вот есть еще вот такая вот тоже LED лампа, для чего я вам сейчас ее показываю. Дело в том, что вы помните, да, как я говорил, что по источнику света определяться нужно по нескольким категориям. То есть энергоопотребление, если брать по этому критерию, то лампа накаливания уступает диодному и всем остальным источникам света. Причем начиная от 5 и практически до 10 раз. Экономия электроэнергии. Если брать по мощности освещения, то в принципе они соразмерные. Если вы не экономите на электроэнергии, то вам по сути нет разницы. Брать, например, лампочку 2700 кельвин диодную, либо брать вот такую. По спектру освещения они одинаковые. Если же говорить о углерассеивании, то, к примеру, вот такая лампочка рассеивает свет по всей своей поверхности. Эта же лампочка, вы видите, да, она имеет вот такой вот соколь и, соответственно, рассеивание света будет вот так. То есть если ее в аквариуме устанавливать таким образом, то нужно сверху делать по любому отражатель. Если же таким, то мы будем получать максимальный коэффициент рассеивания света именно по площади аквариума. Ну а есть, друзья мои, вот такие вот еще диодные лампочки. Это диодные лампочки как раз с малым углом рассеивания света. Здесь угол около, наверное, может даже 90 градусов, а может и меньше. Вот эти лампочки как раз и используются в аквариумах для подсвечивания тех или иных участков. Если вы видели видео со скатами, либо там видео я снимал с красным паку, то как раз этот аквариум освещает три вот таких вот 5-ваттных лампочки. Они за счет того, что угол рассеивания у них маленький, они хорошо пробивают столб воды в 70 сантиметров до самого дна, причем оставляя углы аквариума затененными для того, чтобы рыбка могла спрятаться в тени. Вот смотрите, в чем плюс такого светильника в аквариуме? Вот как вы видите, свет от него рассеивается равномерно по всей поверхности. Ну, скажем, если бы это у нас был аквариум, то по всей поверхности аквариума. То есть не пучком в определенное место, а непосредственно по всей поверхности аквариума, тем самым освещая все участки аквариума равномерно. Значит, такой светильник со спектром свечения в 6500 Кельвин предназначен, как я уже говорил в начале этого видео, для аквариумов с малым количеством растений, либо для аквариумов без растений вообще. И вот такой вот спектр в 6500 Кельвин, он хорошо подчеркнет синий окрас рыб. Еще один светильник, обзорный, который мы делали, тоже LED-сборка. Но, как видите, в отличие от этого 6-ваттного, этот немного мощнее, это 10 Вт. Плюс его в чем? Он уже сделан более, скажем так, более стильно, есть некоторый дизайн, и, соответственно, мощность освещения у него сильнее. И, соответственно, вы видите, что свет распределяется равномерно по всей поверхности аквариума. Здесь у нас тоже 6500 Кельвин, и для аквариумов травников он не предназначен. Он предназначен для того, чтобы подчеркнуть окрас рыб и хорошо осветить равномерно всю площадь аквариума. Вот это так званая фитолампа, которая предназначена непосредственно для растений. Как видите, угол рассеивания у него очень хорош, и он равномерно тоже освещает. То есть никаких отражателей дополнительных для таких светильников не нужно. Вот это в этом, в принципе, и большой плюс диодных сборок. И еще один светильник на 3200 Кельвин. Это мягкий, теплый свет. Как видите, он слегка розоват. Я надеюсь, вам всем видно. Если помните, я в начале видео говорил, что, как правило, на любых форумах и так далее, дают советы, как правильно подобрать освещение в ваттах на литр. Так вот, друзья мои, это полностью неправильно вычислять освещение в ваттах, потому что мощность освещения, если аквариум без травы, то вы подбираете только под себя. То есть подбираете по спектру, чтобы подкрасить рыбу, либо сделать точечное какое-то освещение в тех или иных участках аквариума. Если же у вас аквариум с растениями, то обязательно вам нужно понимать, что каждое растение потребляет разную интенсивность освещения. Если мы говорим про цветовой спектр, то об этом я расскажу чуть далее. Если мы говорим про мощность освещения, то это, если переводить, ну скажем, по нашей шкале, 0,5 Вт на литр, это получается от 6 люмин на литр. Но это неправильно. Я бы сказал, что средняя мощность освещения в аквариуме должна быть от 15-18 люмин и выше. То есть в зависимости от того, какие растения у нас в аквариуме растут. Друзья мои, как вы помните, я уже говорил, что лампа накаливания на каждый ватт потребления энергии выдаёт нам 12 люмин света. Люмины – это как раз и есть мощность освещения. Есть у меня вот такой вот прибор, который называется люксметр. Этот прибор предназначен для того, чтобы измерить мощность освещения того или иного источника. И измеряет он мощность освещения в люксах. Что же такое люкс? Если люмин – это у нас мощность освещения, ваты – это у нас мощность энергопотребления источника света, кельвины – это у нас световая температура источника света, то люксы, друзья мои, это те же люмины, только рассеянные на 1 квадратный метр. То есть один люкс сопоставим одному люмину, рассеянному на 1 квадратный метр площади. И давайте вот, смотрите, есть у меня 30-ваттная лет-сборка, но давайте возьмем, наверное, вот эту. Есть у меня вот эта 30-ваттная сборка, производитель, значит, тепловая температура 2800-3200 кельвин. Производителем заявлена мощность в 3000 люмин световой поток. Но если мы возьмем энергопотребление 30-ватт и умножим это все на 90, 90 – это, чтобы вы понимали, константа для диодных ламп и светильников, то есть константа 1 ватт потребления энергии к 90 люминам выдачи света. Если у нас здесь 1 ватт к 12 люминам, то здесь у нас 1 к 90. И вот если мы посчитаем, 30 ватт умножаем на 90, у нас получается 2700 кельвин. Сейчас мы все это проверим. Как же пользоваться этим прибором? Значит, здесь у нас все очень просто, всего три кнопки. Значит, вот такой вот крышечкой закрывается датчик, светочувствительный датчик, который, собственно, измеряет. Здесь у нас, вот как вы видите, элемент питания. И три кнопки. Одна из них – это кнопка включения-выключения. Еще одна кнопка – это переключение режимов. И третья кнопка – это служит для того, чтобы зафиксировать. Например, мы снимаем свет, измеряем и фиксируем показатели. Вот hold, и видите, мы зафиксировали. Давайте посмотрим, как светит, сколько же выдает мощности наш светильник. Значит, смотрите. Вот. Я надеюсь, вам видно сейчас. Значит, при приближении мощность освещения усиляется, но мы будем измерять все это дело на высоте где-то 20 см. И у нас показатель сейчас идет 13 400 люксов. 13 400 люксов. Как же измерять вот этим прибором освещение? Ну, допустим, у нас есть некоторая площадь аквариума. И, скажем, эта площадь будет 50 на 50 см. Наш аквариум кубик – 50 на 50 см. Для чего 50 на 50, так нам будет проще считать. Площадь такого аквариума будет равна 1 четвертой квадратного метра. Значит, я уже говорил, да, что люкс – это один люмен, рассеянный на 1 квадратный метр. То есть, в нашем случае, мощность нашего освещения 13 400 нужно разделить на 4. Итого у нас получается, что эта диодная сборка выдает освещение на высоте 20 см над аквариумом, выдает нам 3350 люмен. Здесь есть, друзья мои, небольшой подвох, потому что я все это фиксировал на высоте 20 см и непосредственно под самим светильником. Как же нам правильно измерить освещение в аквариуме? Значит, есть несколько точек, да, у нас. Есть у нас точки угловые в аквариуме и центральные. Для того, чтобы нам измерить среднюю величину освещения по всей поверхности воды в аквариуме, нам нужно измерить по центру и по четырем углам. Потом взять среднее значение, допустим, это будет там 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 и непосредственно под самим источником 15 000. То есть, получается, все это суммируем, у нас получается 55 000 люксов и делим все это на 5, потому что 5 мест мы фиксировали. Делим на 5, это получается в среднем 11 000 люксов. 11 000 люксов мы умножаем на площу нашего аквариума, это 0,25 квадратных метра. Итого мы получаем освещение в 2750 люмин. То есть, вот с помощью такого прибора, вы видите, мы проверили этот светильник, что он, производитель не врет, и в принципе он освещает ровно так, как заявлено производителем. Значит, такой прибор я советую использовать всем людям, у кого есть в аквариуме растения, потому что делать замеры интенсивности освещения в аквариуме нужно непосредственно над каждым растением, так как каждое растение требует разного освещения. Если это химиан, то должно быть мощное освещение, если это анобиас, то приглушенное. Мох тоже любит яркое освещение. Валиснерия, вообще по боку, в принципе, какое там освещение. Поэтому мощность освещения для своего аквариума вы должны уже подбирать непосредственно под те растения, которые у вас растут в аквариуме. Относительно спектра. Я думаю, все вы поняли, что 70% освещения в аквариуме должно составлять либо вот такое освещение, если у вас есть возможность, то 30% вот такого освещения, либо 70% вот такого освещения, вот такого мягкого освещения, там в 2-3 тысячи до 4 тысяч кельвин. Все остальное мы можем подобрать, чтобы выровнять цвет в аквариуме, мы можем подобрать уже лампами, ну, даже, к примеру, вот такими. То есть, они нам вреда в аквариуме уже не сделают, потому что 70% освещения мы делаем с помощью целенаправленных ламп, которые работают именно на рост растений. Если же вы будете подбирать освещение в аквариуме с помощью вот таких вот ламп, к примеру, есть у меня вот такая вот диодная сборка. Сейчас я вам ее запущу и покажу, как она освещает. Вот, пожалуйста, видите, да, холодный белый свет. Если вы будете в травнике освещать вот таким, либо вот такой лампой, либо вот такой вот лампой, видите, тоже холодный белый спектр. Чем шревато такое освещение для аквариума с растениями? Ну, во-первых, основной спектр таких светильников синий, холодный синий. То есть, у них в спектре есть, конечно же, там небольшое количество красного, но добиться бурного роста аквариумных растений с такими лампами у вас не получится. В свою очередь водоросли, в частности, борода так званая, вьетнамка, они очень хорошо усваивают холодный синий спектр. И если у вас в аквариуме будет недостаточно красного спектра, который вот дают вот эти диоды, у вас начнут бурно развиваться водоросли в аквариуме. Поэтому, чтобы избежать водорослей, нужно правильно подбирать свет по спектру. То есть, еще раз повторяю, если у вас есть возможность поставить чисто фитолампу, это 30% мощности освещения в аквариуме должна быть фитолампа. Если у вас просто лампа, ну, например, как вот эта 2800-3200 кельвина, то 70% травники должно освещаться вот такими вот лампами. И остальные 30, либо 70, мы уже подгоняем светильниками от 4 до 7000 кельвин, для того, чтобы выровнять свет, потому что при таком освещении, с помощью этого диода, у нас, конечно, все в аквариуме будет фиолетовое и выглядеть будет непривлекательно. Ну что ж, друзья мои, я надеюсь, более-менее я вам рассказал и показал, как все это работает. Если я что-то пропустил, задавайте вопросы, я с радостью на них отвечу, либо в одном из следующих видео, либо в комментариях под этим видео. Не забывайте подписываться на обновление канала, ставьте пальцы и не забывайте посещать группы в социальных сетях. Все ссылочки вы найдете в описании канала. Ну а сейчас желаю всем добра, удачи, здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok